Все предыдущие этапы проекта проводились в онлайн-формате. В ходе тестирования и ретестирования участников в нём осталось 108 человек, хотя первоначально на участие в кадровом резерве заявилось почти полторы тысячи человек. Второй этап полуфинала включает в себя проектную работу, мастер-классы и работу с экспертами. В течение четырёх дней группы в количестве 10-12 человек будут работать над проектным решением. Это постановка целей, выявление актуальности, постановка задач, мероприятия, ожидаемый результат. Плюс ко всему у нас будут проходить мастер-классы по дизайн-мышлению, по созданию целевых потребностей различных социальных групп. И в результате будет роздан соответствующий материал, по которому коллеги составят презентации и потом они будут защищать их перед высокой комиссией. Оценка управленческих компетенций участников предполагает такие критерии, как лидерство, готовность к переменам, вовлечённость, ориентация на результат, ответственность и переговорные навыки. При этом особое внимание уделено прозрачности и объективности оценок. Главным принципом реализации данного проекта, которое заложено главой Карачаева-Черкесской республики Рашидом Борисповичем Тимрезовым, является прозрачность и открытость, которая в свою очередь реализуется на каждом этапе. Для того, чтобы исключить даже минимальную составляющую субъективности, ни один из экспертов не является представителем Карачаева-Черкесии. Все сообщество экспертов и модераторов, психологов, общее количество которых составляет 17 человек, являются представителями других субъектов Российской Федерации. Здесь идёт комплексная оценка. Это и умение работать в команде, это и фундаментальные знания, которыми должны обладать участники, это умение нестандартно мыслить, это возможность молодого человека или специалиста умения договариваться, вести диалог, убеждать своих коллег в процессе обсуждения тех или иных вопросов. Для многих участников кадрового резерва это не первый подобный опыт. Ренат Хатуаев уже пробовал свои силы в конкурсе «Лидеры России» и отмечает, что хотя нынешний проект заявлен как региональный, задачи по уровню сложности не уступают федеральному конкурсу. Даже, может, где-то тест был сложнее, чем на лидерах России, потому что времени было меньше, вопросы были более конкретные, какие-то предметные, нужно было знать области права, экономики. Каждый здесь уже, в принципе, лидер, какой-то весомый сотрудник, хороший специалист. Я думаю, у каждого есть карьерные цели. И я, как и многие, рассматриваю этот конкурс как возможность продвинуться по карьерной лестнице, попробовать свои силы. Каждый день конкурсанты будут работать над учебными проектами, определять их бюджет и анализировать риски. В завершении каждый должен подготовить собственную презентацию. В итоге четырехдневного этапа те 30 человек, что наберут наибольшее количество баллов, пройдут в финал кадрового резерва. Раймешен, Олег Молхожев, Архиз, 24.